Ребята, 1998 года рождения, 1-1 Счет открыли химчане после розыгрыша штрафного Случилось это уже на третьей или не четвертой минуте Но Спартаковцы быстро перехватили инициативу Клочков счет сравнял, очень хорошим ударом в дальний верхний угол Ну а потом случилась травма Максима Ларина Ну, Спартака было еще несколько очень хороших моментов Но в основном Данил Макеев их не использовал Ну, Макеев и Мноцаканян С близкого расстояния Бил по воротам, но не забил Сергей Айдаров, насколько я понял, занял место в воротах Смена вратаря, по тайму играют ребята, Гнездилов и Айдаров Посмотрим, может быть, Айдаров окажется удачливее Опасная игра, свободный удар Рассказов Разделки Рассказов Ах, чуть-чуть не ошибся вратарь, поудачливее будет Данил Макеев И сейчас счет мог измениться Ким Очень рискованно, но Мноцаканян Разделкин отправляет мяч вперед Макеева здесь не оказалось Ну, вот он на всех парах несется Прессинговать защитника и вратаря Можно было, конечно, не свистеть Сейчас мяч оставался у Спартаковца, но судья дал свисток По Трашкам Миронов Разделкин на Бакаева Не дошел пас Ким Выбивает вал Бакаев Бакаев выбрался с честью вот из этого ситуации Но вот левая нога родная для его брата А Саултмурат играет правый Ну вот сейчас Разделкин прекрасно Ну, чуть-чуть в шаг не попал Клочкова Тем не менее, Антон штрафной площади Передачу делал на Орехово и не точно Причем с близкого расстояния Такие ошибки Миронов Ух ты, красавец какой, Разделкин Пасует на Рассказова Макеев Придержал Нарушил право, Даню Почти 4 минуты сыграно во втором тайме Счет не изменился 1-1 Напоминаю 1998 год рождения Ребята играют сейчас Отличный пас в аут Много ошибок Орехов отлично Батрашка Прекрасно Клочков И надо быстро развернуться и бежать в сторону штрафной Соперника Прекрасно Орехов И надо забить Просто забить Что и делает Орехов 2-1 В пользу Спартака Вот это разыграно Вот это здорово Пятая минута Второго тайма Прекрасный отбор в центре поля Перехват И отличная комбинация Ну еще игра Танк в принципе только стартовал Шестая его часть позади Гости сегодня не в меру агрессивны Рассказов Аут Все еще может измениться Напомню Хинки В первом тайме Тоже в начале Игрового времени Забили гол Затем Инициативу перехватил Спартак Надо сказать Что Команда 98-го года рождения Спартак не может без нервотрепки Обычно без этого не обходится Вот сейчас Макеев Хорошо Хорошо Данила и дальше И здесь Бакаев подхватил Обыграл Орехову бы под левую ногу Туда передача Но он не пошел В другую сторону Спартак Сохраняют мяч На Циканян Отлично Батрашка С левой ноги Если бы попал Вот это был бы гол Ну не попал же Уже неплохо Разыгрались Побежали Напрягли Рассказы Ким проигрывает борьбу Нарушает правила орехов Но так можно было И своего покалечить Штрафной Обошлось без травмы Это хорошо Напомню В первом тайме без травм Не обошлось А это неприятно А химчане Как раз после розыгрыша Штрафного В первом тайме И забили Свой гол И вот сейчас Пытались Тоже примерно То же самое Сделать Наброс Такой под лицевую Уходящий от вратаря Ну Айдаров Видел все Защитник контролировал ситуацию Миронов Скидывает Айдарова Еще разочек Разделки Ну Спартак себе Ведут мяч За боковой Патрашка Сейчас в центре обороны Играют Миронов и Ким 26-27 номера Слева 33-й Патрашка Справа 15-й Рассказов Слева в полузащите 9-й Кулачков Справа 10-й Дубакаев Вот передача на Макеева Как раз на 11-го Он играет в нападение Ну и В центре поля В опорной зоне Под нападающими Седьмой Нациканян 12-й Орехов И Четвертый Разделкин Разделкин Так ближе К своим воротам Миронов Пайдарф очень спокойный Такая передача Тут так можно Скворечник сделать В груди Попади Плотно Очень А что такое Зачем свисток-то был Товарищ Даже если нарушили правом Мяч оставался У Химок Ох Вот это момент Айдаров Тащит Ну вот и у Химок Момент был Ну как же там Одиннадцатый номер Там объехал Как на велосипеде Всех на краю Так нельзя Ну паузу надо сделать Паузу Расслабься Десять минут Позади Во втором тайме Еще двадцать играть Вот это очень хороший выход Разделкин И нашел передачи низом Клочкову Очень удобно Клочков падает И зарабатывает штрафной удар Вот здесь я судьей Не согласен Падал сам Антон не устоял на ногах Ну штрафной И не отдает мяч Нациканяну Кстати с Динамо Нациканяну Очень неплохо Штрафной пробил Не забил Правда Зато забил Пенальти И две замены У Химок Клочков уже забил Сегодня красивый гол И по-моему Именно он отметился И голевой передачей Не точно Очень не точно Клочков исполнил На силу Пытался На как здесь по-другому Далековато До ворот Особенно по диагонали Ну может быть Действительно Надо было Нациканяну довериться Но почувствовал уверенность Почему нет Рассказов Нациканян Что-то ни Орехов Макеев Не сыграли Сейчас Миронов Миронов Никто не открывается Приходится Кин Ну что Теряет Спартак Постепенно Инициативу Или нет Поведя В счете Разделкин Заброс Очень неплохой Но Миронов Какой же Красавец Как справился Сейчас Клочков И заброс Очень правильный На Макеева Макеев Поставил корпус Вошел в штраф Это надо пробить С острова И попасть Просто еще надо А Миронов Там не добежал Не замкнул Но он уже и так Проделал такой рейд От своих ворот До чужих Ах Комбинация Орехов Орехов Вошел в штрафной Мяч под левой Простреливает Не дошел Мяч опять До партнера Нацканян Разделкин Назад Приходится играть Поле не видел Ким переводит Налево Да потрашка Там мяч не мог Дойти А он дошел Совершенно случайно И вот Макеев Ну освободил Уже для себя Ну уже бей Даня Нет Ну сколько можно Это было уже И неудобно Подсунул мяч Бакаеву Тем не менее Передача Мяч уже вышел За пределы Поля Заводим Заводим Надо забить А мы заводим Середина тайма Толкают Бакаева Нацканян Очень неплохо Рассказов Очень здорово Шамакеев Отобрал мяч Рассказов Который мог Выходить На ударную позицию Рассказов Отлично Там своего Ну уже химки Просто отбиваются Но им надо было Это сделать Потому как Ситуация Не сулила Ничего хорошего Надо было Разрядить Ким Рассказов Орехов Ну расскажут Пропустят Мяч Но здесь Будут поджимать Надо будет Выходить Из этой ситуации Нацканян Нацканян Макеев Хорошо Бакаев Забросил Орехов Вышел Один на один И не ударил Думал Что ему уже Никто не будет Мешать Бакаев Упустил Мяч Отмурад Ким Тут слишком много Игроков Но надо выходить Уже Вот Разделки Надо Сделать Да Или Разделает Рассказов Ух Удар Отворот Нет Не отворот Айдар Вдогнал Всякий случай Вдруг угловой Рассказов ошибся Разделкин Очень здорово Отобрал Нацканян Успел Пробросить Чуть-чуть Мяч Но только Чуть-чуть Потрошка Как спокойно Он играет Вот здесь Клочков Клочков Сыграл не лучшим образом Нарушили правила Штрафной Потрошка Еще получит Желтую карточку И очень Неприятный момент Нам уже забили С такого Штрафного Не хочется Об этом Напоминать И вообще Вспоминать Эту ситуацию Ну вот При полном Преимуществе Получать Такой Абсолютно Ненужный Штрафной Но правда В воротах Сейчас Сергей Айдаров Мне кажется Он повыше Гнездил его ростом И может быть Сейчас Что-то Тренер Дарвин Подсказал ему Про выходы Ну а там Ничего не было Подача пошла Не слишком удачно И спокойно Там готовятся Ребята 2002 года рождения И наконец Менец Лилюхин Меняет он Разделкина Одного из лучших Сегодня игроков Вот и происходит Это уже на Пятидесятой минуте Что-то Около Одиннадцати минут Лилюхину Тренеры доверили После его травм Болезни Кулачков Грамотно сейчас сыграл Заработал Аут Сейчас сам же Получит мяч Его активно Там атакуют Выполнял подачу Там слишком много Уже игроков Слишком много Аут Ну и Химки Замену делают Футболист Очень похож На Фредди Бобича Покидает Поле Кому на руку Ты что сделает На Циканян А сейчас И второй разок Получился И Орехову Забить Ну надо Ну что ж такое Надо благодарить Партнера За такие передачи Вообще За такие моменты Это очень красиво Все Потрашка Вилюхин Бакаев Орехов Выпрыгивать Не достает Оффсайд Оффсайд Тоже На пользу Правда Времени еще Достаточно Миронов Отрашка Непонятно Куда Витя Делал передачу Тем не менее Мяч до Моноцканян Дошел Тут Выполнял Пас на Орехово И очень не точно Лилюхин В отборе Хорош Теперь Еще и пас Отдаст И Клочков Побежит Но Клочков Видимо Наелся Все-таки Здорово Защитник Сейчас сыграл Поплассировался Так Чуть-чуть Показал Что будет играть Этот мяч А сам его выпустил Лилюхин На подборе Отличная передача Прострелы Надо Надо Конечно Было Забивать Но мяч Не дошел До Макеева Угловой Лилюхин Лилюхин Будет подавать Наверное Может сейчас Разыграют Склочком Разыграли И удар В ближний угол Такой С острейшего угла Вратарь Вратарь Орехов Ну вот здесь Очень неправильно Сыграли Орехов И Патрашка И надо Вовсю Бежать Назад А вот здесь Все будет здорово Потому как Миронов Поставил корпус Там нарушений Не было Никакого Что там Двое бежали К мячу Да и нет Никакого Нарушения Отворот А нет Нарушения Только со стороны Игрока Химок Лилюхин Все рискованно Но тем не менее Миронов Клочков Не пошел За этим мячом Вот здесь Лилюхин Переводит Получит этот мяч Солмурат Бакаев Рассказывал Штрафную Не хватило Скорости Коля В 5 минут Остается играть 2-1 Спартак Выигрывает Команды Спартак Химки 1998 Года рождения Ребята Рассказов Передача Скидка Орехов Не рискнул Но там был Нарушил правила Конечно Ну и контратаку Хим Чан Ким Миронов Оффсайд С большим запасом Спартаковцы Действуют Но Мяч должен был покинуть штрафную площадь Но как бы эта уверенность не переросла в самоуверенность Подражка Заброс Макеев Надо забивать Выходит Даник Воротам Нет Ставит Защитник Корпус Еще и Выпускает Мяч Залей Да Конечно Обидно Не надо выпускать такие моменты Надо наказывать Матрашка Спину толкает Макеева Судья молчит Ну и Химки Пробьют штрафной С центрального круга Айдаров Конечно Конечно Три минуты остается Айдаров Хорошо Рукой На потрашка Вот не надо было Виктору это делать Надо было играть Вперед Шмеронов Ваут Не надо ничего придумывать Здесь на своей половине поля Уведите мяч отсюда Играйте на чужую С Лилюхина Клочков Побились за мяч Аут У Химок Еще есть время На то Чтобы отыграться Мирон Вставит спину Отворот Лилюхин Ну вот здесь вот Пятка не проходила Передача слишком резко Две минуты остается И вне игры И вне игры Ну там прямо Под арбитром Чего же там говорить Было и не было Стоит и прям напротив Желтая карточка За удар После свистка Полтора минуты Остается играть Ну в первую очередь Переместить игру На половину поля Соперник Не надо тут Дразнить никого Рассказов Оказался Не готов К этой передаче Клочков Вот неплохо Неплохо Если бы мяч Перелетел Через защитника Ну и Айдарову Надо мяч этот Забрать Миронов Да проще Надо играть Ребят Что же вы творите Зачем вы на свои ворота Что-то привозите 30 секунд Остается Ну я говорил вам Про Ребята Здесь без нервов Никак Вот посмотрите Рассказов Ну Коля Надо увести Мяч просто Что делает Орехов Сейчас Просто привозит Опаснейшую Контратаку На свои ворота Ким махнул Мимо мяча И сейчас Героически Спасает Ворота Ну что ж Вот он Финаль Все-таки победа Но Без нервов Как обычно Не обошлось Ну всех с победы Команда 1998 года рождения Выиграла И хорошо 2-1 Редактор субтитров Редактор субтитров